В воскресенье, на улице солнечно и тепло. А программисты и инженеры Дальневосточного Федерального Университета и их ровесники из ДВО РАН идут в бассейн, но не для того, чтобы искупаться. Открыв ноутбук, кто-то занимается предварительной диагностикой, техники опускают в воду автономный аппарат. Это обычная тренировка Дальневосточной команды по подводной робототехнике. Пару недель назад ребята заняли третье место в рамках больших международных соревнований. По правилам, каждая команда запускает машину в воду. Выполняя миссию «Робот без связи с человеком» должен был проплыть 150 метров и выполнить несколько заданий. Для участия в соревнованиях робототехники из России модернизировали свой аппарат «Джуниор», который уже принес им второе место в 2016 году и бронзу в 2017. До этого проводили соревнования в Америке. Мы в целом участвуем как раз в двух соревнованиях в год. Одни весной в Сингапуре, другие летом в Сан-Диего, в США. К слову, сборная ДВФУ и ДВО РАН стала вообще единственным представителем России на соревнованиях. В состав команды вошли студенты и аспиранты, преимущественно технических, инженерных и IT-специальностей. Но непосредственно в сборке аппарата участвует лишь самая малая, но оттого не менее важная часть команды. Участвует у нас в команде, как правило, один инженер, может быть, кто-то ему еще помогает, один электронщик. Нужно разработать конструкцию, отлить все детали, напечатать, возможно, часть из них на 3D-принтере. У университета все эти мощности и вправду имеются. При благоприятных условиях даже самый сложный подводный терминатор собирается не больше, чем за месяц. Единственное, на что жалуются прогрессивные ребята, это то, как трудно получить разрешение использовать бассейн в качестве тренировочного плацдарма. Каждый раз ребятам приходится обходить десятки инстанций и подписывать целую кучу бумаг и запросов. Но бронзовым призером международных технических конкурсов к строгости распорядка не привыкать. Даже внутри команды есть четкие инструкции по обращению с техникой, создание управления которой далось с такой дорогой ценой. Я единственный человек, который имеет право трогать аппарат. Программистам запрещено к нему прикасаться. За аппарат технически отвечаю я. То есть, если он утонет или затечет, то чинить его буду я. Поэтому его трогать и вообще собирать имеет право только инженер или электронщики. Сам аппарат полностью автономный. Это создает дополнительные преграды для соревнований такого рода. Программисты, в команде их человек 5-6, должны задать роботу верные инструкции, а инженеры и техники собрать и следить за состоянием каждой подсистемы. Робот ориентируется с помощью десятков различных датчиков, гироскопов, а видит с помощью гидроакустических систем, наподобие дельфинов с их природным сонаром. Однако, чтобы все эти чудеса науки работали, нужна энергия. Батареи для подобных устройств – вещь весьма специфическая, тяжелая и громоздкая. И порой перевозка таких предметов на борту самолетов и через таможенные органы создает массу эксцессов для владивостокских технарей. Дело в том, что когда мы преодолеваем границу, аппарат едет в чемоданах. Но батареи нельзя везти в чемоданах. Мы их везем в ручной кладе. Дело в том, что наши батареи выглядят как огромные металлические цилиндры. И открывать их нельзя. И у всех таможенников есть определенные вопросы, что это. И мы выглядим как террористы какие-то. Автономный подводный аппарат вообще во многом напоминает военную разработку. В конструкции даже предусмотрена специальная ЧК. С ее помощью сопровождающий на соревнованиях водолаз может вызвать резкую остановку электронного сердца у робота. Сейчас участники команды готовятся к следующим соревнованиям. Всемирный турнир RoboSub пройдет в Соединенных Штатах уже в августе этого года. Для них ребята создадут нового робота, который будет оснащен системой машинного зрения. Стереопара из RoboGlass послужит для лучшего распознавания объектов, а значит увеличит шансы на победу владивостокских Тони Старков. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин